Итак, урок номер 29. Начинаем чистку черного. Самая легкая чистка черного заключается как раз таки в этих самых уровнях. То есть мы кликаем слой, новый корректирующий слой, выбираем уровни. Вот эти вот уровни кликаем. Вот они у меня тут уже существуют, поэтому я не буду новую ставить. Вот, значит, у нас мы видим вот эту нашу диаграмму, которую я на прошлой вороте уже про нее рассказала. Мы видим, что у нас здесь нет черных оттенков, и если мы хотим их затемнить, мы просто-напросто берем этот бегунок и тащим немножечко вот сюда, вот так вот. То есть это самый такой простенький способ сделать черненькое черненьким. То есть мы говорим, что вот эти вот все пиксели, которые здесь стоят, они должны быть оттенка не 27, не вот этого 27 оттенка, а они должны быть чисто черным становиться. И все остальные пиксели, да, вот отсюда досюда, они у нас уже распределяются равномерно. То есть как бы до этого у нас было вот это вот 100% на 255, ну 255 пик, 256 оттенков было 100%. Мы наш диапазон уменьшаем, у нас теперь уже диапазон, о господи, 255 минус 257. Ой, давайте сделаем вот так вот покруглим, чтобы проще было считать. Ой, ой, господи, 25. Вот, допустим, у нас диапазон оттенков стал меньше, у нас диапазон оттенков стал 225 оттенков, 226 оттенков, извиняюсь, да, да, 25 это исключительно. У нас диапазон стал 256 оттенков, и это у нас наши 100%, да, то есть раньше наши 100% не были больше, сейчас этих 100% стало меньше, и с этими 100% можно как бы играться тоже немножко. Допустим, если мы посмотрим на эту картиночку вот здесь, очень много есть вещей, которые у нас пропали, так сказать, да. Давайте найдем получше местечко, вот это местечко, да, до и после, до, после, до, после. Особенно, посмотрите, вот это место, вот оно сильно-сильно затемнилось, вот до было и после, то есть как бы мы затемнили очень много вещей, плюс ко всему вот этот черный стал все-таки не до конца черненький, то есть по идее вот этот черный нужно еще больше затемнить, чтобы он чисто черный был, нам нужен этот бегунок еще больше, вот так вот поедем, давай едь уже, едь, вот, вот это теперь чисто черный тут цвет. При этом, как вы видите, многие серые оттенки, они пропали. Чтобы вернуть эти серые оттенки, можно попробовать сделать следующее. Берем вот этот вот серенький бегунок и тащим его обратно в эту сторону, то есть мы говорим, что вот эти места должны быть все-таки посветлее находиться. Но, как видите, в данном случае у меня это все-таки слишком сильно перетимнило я, и вот эти серые оттенки здесь у нас так просто не восстановятся. Давайте на единичку, чтобы он посередине ровно стоял. Вернемся чуть-чуть назад, вот так вот, да. Попробуем сейчас этот самый осветлить эту штучкенцию. Идем сюда немножко серого оттенка, и вуаля, он стал чуть-чуть посветлее. То есть как бы можно вот таким способом немножко поиграться. Но, опять-таки, мы видим, что здесь картинка насколько грязная, что вот этот черный все равно надо как-то вручную потом чистить. То же самое можно делать с беленькими оттенками. То есть мы катим бегунок сюда, и наш беленький становится потом чуть-чуть почище. Допустим, сейчас мы сделаем вот таким вот образом. Кликнем ОК. Сделаем еще раз уровни, слой новой корректирующей уровни. И проверяем, насколько у нас чище стала картинка. То есть черный цвет стал вот таким. Было вот так, стало вот так. То есть черный стал более черненьким. Сейчас, секундочку. Стало вот так, было вот так. То есть мы черненькие сделали немножко более черненьким. При этом мы перетемнили кое-какие вещи. Беленькие. Давайте беленькие посмотрим. Беленькие смотрятся то же самое. Только мы листаем бегунок, берем черненький и тащим в другую сторону. Это у нас после результат. Это то, что было. То есть все, что здесь было с серенькими, мы их превратили в беленькие. Можно делать чистку черного вот таким вот образом. Но, как я уже сказала, бывают места, где у нас очень сложно с этим чисткой черного получается. Потому что мы пережигаем. Мы либо пережигаем белое, либо мы слишком затеняем черные места. Особенно это критично, когда у нас идут вот такие вот переходы в темные места. То есть из светлого оттенка в темные оттенки. Ну, короче, да. Тут надо все-таки прочувствовать, так сказать, порог, нужный порог. А какую-то определенную цифру сказать не могу, потому что для каждого скана это отдельный разговор. Смотрите, пожалуйста, сами на свое усмотрение. Плюс ко всему, все-таки откалибрируйте. Постарайтесь откалибрировать свой мониторчик, чтобы видеть вообще, что у вас там происходит. Так, сколько я уже болтаю? Болтаю уже 4 минуты. Ну, давайте, наверное, пока что закончим. То есть это как бы такой самый простенький способ почистить черненькое. При этом это самый такой примитивный способ. Потому что вот этим вот образом вы можете очень много картинки, деталей... Очень много деталей в картинке могут исчезнуть при помощи вот такой вот штукенции. Просто, но опасно. Да, на этом пока все. До свидания.